Верно ли, что в Приднестровье стали чаще пропадать дети? Общественную палату удивила информация одного из социальных форумов, где утверждается, что за зимние праздники пропали сразу 16 человек, в основном дети. Чтобы уточнить ситуацию, пригласили министра внутренних дел. Геннадий Кузьмичев заявил, с помощью подобных публикаций определенные лица пытаются дестабилизировать ситуацию. Места нахождения 15 человек милиция установила практически сразу же, после подачи заявления. Последний, 16-й, якобы пропавший, перезванивается с родственниками, но не хочет возвращаться в семью. 5.01.2014 года позвонил на мобильный телефон жене и сообщил, чтобы его не искал, не хочет проживать совместно с ней. Со слов жены, у него имеется другая женщина. Вот это один, без вести пропавший. Дальше, 5.01 вернулась домой, со слов отца была у подружки. Примерно вот такого содержания все. Кроме вреда, от этого форума никакой пользы нет. Эти слухи и кривотолки нужны строго определенной категории лиц. Кто-то пытается каким-то образом ситуацию в нашей республике дестабилизировать. Посмотрел, есть некоторые даже фотографии детей. Ему там где-то 19 лет, выставляют фотографии, допустим, 7 лет, 8 лет. Потом, значит, я позвонил некоторым администрациям, главам администрации. Значит, в этом списке, значит, адреса, которых вообще нету в Тирасполе. Пропавших не стало больше. Наоборот, ситуация с розыском улучшилась, заявил министр. И призвал не доверять ложной, непроверенной информации. Содействие МВД общественники просят и в другом вопросе. Минпрос предлагает ужесточить ответственность руководителей клубов и других заведений, где подростки находятся ночью без сопровождения взрослых. В общественной палате отметили, пьянство, особенно среди несовершеннолетних, это важная проблема. Но одними запретами ее не решить. Нам необходимо провести заседание круглого стола с приглашением соответствующих заинтересованных сторон, чтобы обсудить эту проблему. Если солдат сбежал из своей части, его нужно отправлять не в тюрьму, а в специальное подразделение. Это еще одно предложение общественной палаты. Ее представители изучили уголовные дела, встретились с нарушителями. И считают, что в некоторых случаях законы слишком жесткие. На перспективу надо думать о том, чтобы создать, изменить систему наказания вот этих детей. То есть, надо в Министерстве обороны должно быть дисбат, и они должны эти вопросы решать там. В общественной палате сообщили, что реальные сроки наказания получают только те солдаты, которые совершили действительно серьезные нарушения. Тем не менее, общественники предлагают еще раз рассмотреть этот вопрос. Степан Бугаев, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский. Степан Бугаев, Юрий Прошичев.